Прекращалась, надо её просто обрезать. Бля, это, кстати, плохо. Плохо? Что плохо? А что, запись не прекращалась? А, ну нет, она между играми была просто обрезана. Так, картинка есть. Картинка есть. Дропов нет. Дропов нет, всё отлично должно быть. Так, почему-то Virtusun начинает реконектиться. Нет, всё заходит. Так, Лена пока отошла, сейчас скоро вернётся к нам. Так, да, ну ты про покинона, футажа припиарил. Да, просто супер, не знаю, мне очень сильно понравилось. Всё-таки я, по-моему, имею право высказать своё мнение по этому поводу. Так, сейчас кое-что хочу глянуть. Это очень приятно, что мы сейчас находимся на самом верху. По количеству просмотров. Алло. Алло, да, Лена, привет. Ну вот все говорят, что тебя плохо слышно, тебя плохо слышно, но в итоге нас... На данный момент именно на этом стриме смотрит больше всего людей. Эту игру, и это очень приятно. Меня плохо слышно? Да, ну все, ну, мне пишут там иногда в чате, что тебя плохо слышно, что невозможно слушать. Хотя, по-моему, слышно отлично. Не знаю, по крайней мере, я слышу. Очень всё неплохо. Я сейчас заходила на стрим, себя слышала, вроде нормально всё, не знаю. Да, да, ну бывает, бывает немножко пошипит, но всё вполне нормально. Ножи, очень важные ножи, кстати, и... Я боюсь сейчас что-то говорить. Да! Это же выиграли они. Фух. Есть какая-то какра у Virtus. Про, что они когда выигрывают ножи... Нет, молчи. Не говори этого. Что у ВП с нюком спрашивают? Лена, что у ВП с нюком? Ну, вроде всё, отлично у них. Всё, вот вам ответ. Ну, на самом деле, у них всё очень плохо, они не умеют играть нюк, и всё, короче. Я вот так вот скажу. Потому что, когда играют всё хорошо, всё оказывается плохо. Так, давай всё-таки представлю составы команд, прямо вот перед пистолеткой, если успею. Нет, не успею, поэтому будет отдача, и представлю вам составы команды. Пока посмотрим за пистолетами, и тут какой-то slow-round атакс делают. Ну, они пока выясняют, где что, где кто, как смотрятся точки. На базе мы видим вообще какой-то бешеный вообще приём, мне кажется. Так, под девятку опрокс идёт, это может быть опасно. Ну, нет, ВП изначально, как бы, готовится к тому, что они отдают улицу, и, естественно, они будут принимать человека, который пройдёт по девятку, это не обсуждается. Главное, вот сейчас вот выходят они на альтернет, и вот нужно сейчас их принять. Эйвел уже делает минус один. Как-то вот у дерева, ой, да, у Вайл сейчас столпились террористы, получили голову у нас куфер с Эйвелом. Леша уже делает минус два. Да, ну, Леша, пистолеты... Ой-ой-ой-ой, вот только хотел сказать, Леша, пистолеты, это всё. Так, я не знаю, что мне надо сделать. Что мне надо сделать, чтобы все поняли, что... Мне нельзя звонить сейчас, я уже выключил всё просто. Всё, что можно. Но до сих пор никто ещё не понял, что у меня трансляция. Так, Капио... Это просто жесть. Капио взял 3-2, я не понимаю, зачем? Ты чего? Это олдскульная папская пушка на осливах, она вообще... Ну, она слишком, по-моему, олдскульная, и к ней уже все привыкли. Да нет. Ну, как бы изначально, МПшка, это выкинутые деньги, то есть... Она же выбрасывается, когда проходят слив. Ну, и, соответственно, минус раз полторы тысячи вообще. Так, самое смешное, что мне сейчас позвонили... По ходу дела позвонили ребята, питерские ребята вместе с Полиной. Силик. В составе, и вот я снял трубку, они, по-моему, сидят, слушают, как я стримлю, и... Пешить трубку не собираются, не смешно, конечно. Отдача закончилась, 2-0, я не знаю, что делать, потому что у меня... Какие-то технические, видимо, проблемы. Тоди пишет, что у тебя рыбовой с на стриме, я не знаю, это невозможно. Понятно, конечно. Потому что я тебя слышу нормально. Естественно. Так. Третий раунд, опять отдача. Да, конечно, надо было тащить ту пистолетку противную. Ну, что поделать? И вел, минус один, и все. Да, остается последний хаос. Хаоса запалили, хаоса забрали. 3-0. Что ты там говорила, Лен, про ножи? Я что-то говорила, я сижу молчу просто. Ну нет, на это эко, сейчас посмотрим. Ну да, 3-0, Virtus.pro пока проигрывают, но первая-первая закупка нас ожидает на Denuk. Да, и вот у Альтернет сейчас есть респауны, очень быстро сейчас они внесутся к занятию нуля. Скорее всего, сейчас будет открываться скрип. Да, открывается скрип. Вот занимает радио Апрокс. Особо никуда вот не торопится сейчас Альтернет. Вот просто выпустил ее, а не траблы. Вот сейчас у Альтернет кишки вышла бомба на плент. Да, вот потихонечку сейчас выходит, Хуч уже убивает Романа с бомбой. Бомба легла. Трабл вот сейчас пытается ее забрать. Уходит он в Альтернет кишку на нижний плент. Сейчас вот информации, видимо, нету. Да, и Хуч все, врывается. Врывается на плент. Ой-ой-ой, ну как же так, Митя? Поймали его с гранатой в руках? Я не понимаю вообще. Как, получается, сейчас еще и Хаоса могут так же забрать, но нет, Хаоса вроде как выживает, 4-4 ситуация. И что это? Это будет крытый? Это сейв. Это сейв в любом случае. Здесь уже раунд не берется, нужно это понимать. Да, бомба-то стоит на крытом. Я вот как-то... Ты собираешься сейвить, ребята, я смотрю. Да, Лен, говорят, вот ты очень близко микрофон подносишь, когда к рту получается вот такое небольшое... П-п-п-п-п-п, а так все нормально. Ну, я вот сейчас отожду. Во, вот так все супер вообще. Тихо, но супер. Окей. 4-0, да, неприятное начало. Проиграли. Первый бай, наверное, сейчас будет какая-то попытка волевого бая. Да нет, деглы. А, да, деглы. А, да, деглы. Тащат 12-3 первую карту. Да, Лен, вот все, микрофон ближе не подносишь. Хорошо. Слышно просто отлично все. Я буду сидеть и не двигаться. Я, единственное, говорят, громкий, я себя сделал потише. Вот так. У нас тем временем занятие рампы, альтернет вышли рампы, вот, причем они выходят как-то в два этапа. Лекс минусует Мануэля, трабл убивает Лекс, Роман там уже убил Кутера, уже Эвил умер. Ну да, да, это просто... Ты знаешь, небольшой тилт от ВП сейчас, надо как-то ребятам приходить в себя, потому что может быть поздно потом. Потому что 5-0 это жестко. Опять же, бомба еще не ставится. Хаус! Ой-ой-ой, Хуч. Как же Хуч сейчас не попал? Хаус, минус 2, и... Жалко, на минус 3 не хватило. Сейчас бы... Сейчас можно было что-нибудь извлечь. Ну так, 5-0. Ну да, за дефенс на нюке. Более чем печально, а у Альтернет тем временем все равно очередной респ удачный такой. Вот. Быстро они опять занимают ноль. Да, и экономики нету у Virtus.pro, это очень плохо. Так, Лекс как-то... Ну вот как-то с его отдают-то, открытый в большей степени. Вот как-то тоже странно отдают. То есть, с одной стороны сидит Хуч и Хаус в пленте, а Лекс с Хучером вне плента, это как-то... Не знаю. Роман уже заходит сейчас, смотри, с этого самого, с мейна. Лекс убивает Капио, там уже убили Апрокса. Вот Роман сейчас сделал минус Хауса, идет под девятку, должна быть информация. Ой-ой-ой, как же Лекс сейчас не забрал Тикса, очень обидно. Хуч минус Тикса, Ивил, отлично, минус Трабли. Ну что, первый раунд должен быть для АВП, Романер. Роман 11 хп, нужно брать этот раунд в любом случае. Да, и Тикса, отлично, все. Ну что, надеемся, что это начало консульта. Лучше ничего не говори, зачем ты это делаешь. Да, Трабли идет 11 на 2. Парень дает жару. Ну да, вот сейчас на нюке это Трабло First Frager, считаю, он открывает точки и врывается, считаю, по респауну на все позиции, потому что респаун конкретно у него. Вот, и он отлично им пользуется. Здесь Капи очень быстро проходит по улице, шьет мейн в надежде прошить кого-то на пленте. У нас там все, по-моему, поверхность. Да, чуть-чуть вывела, попали. Или это вообще Ивилл с девятки прыгнул. Сейчас не пропустил. Нет, это Ивилл с девятки. Ну ее и Лекс забирают. Ну вот точно мне очень неприятно сейчас. Ивилл сейчас будет Аркадис. Такое ощущение, что он ждет, ждет чего-то. Он ждет, пока затихнут террористы сейчас на нуля, чтобы готовиться к раскидке. Вот, чтобы зайти в будку и снести чуваков с гранатами в руках. Ну пока что Ивилл оставил себе 30 хп, вот так вот стоя на одном месте. Он получил 2 хе. Куч! Куча заберут, скорее всего. Да, не отпускает, равный куча. Это 5 в 3. Ой-ой-ой-ой, кучер! Ну да, вот это уже что-то странное. Сейчас кучер, ну я не знаю, забрать Капио. Ну вот, преимущественно сейчас красненьких очень много у Альтерней. Три красных игрока, два сотка. Ну здесь, конечно, сейчас они рассядутся по позициям, но лучше оставить пушки, да, чтобы... Да, Ивилл, забирают. Хаос минус 2, ну 600 долларов заработал, уже неплохо. Хаос, по-моему, патроны кончились. Эх, забирает, забирает Тикса. Хаос 6-1. Да, опасно. Как-то нужно поспокойнее сейчас играть в ВП. Как-то они суетятся там на рампах, через чур там, не знаю, то есть... Подлавливают, а сейчас Альтерней просто вот. Ну каких-то, да, в полупозициях забирают наших ребят. В основном, вот, особенно сейчас было заметно, вот, Хуч и Кучер. Вдвоем просто слегли на железе. Причем оба были в полупозициях. Непонятно. Непонятно, как так получается. Вроде карта тренилась, и... Пока этого незаметно. Ну, либо Альтернейт что-то, что очень сильное подготовлено при карте. Спрятал тут голову Трабли, и живет, и выживает до сих пор. Да, и неужели ни одного минуса не дадут на эко-раунде в ВП? Да, без потерь отыгрывают. Эко-противник Альтернейт 7-1 в пользу немцев в атаке на карте Денюк. Что-то это опасненько. Да, конечно... 16-14 проиграть Тускана, наверное, очень обижен. Ребятам. Но очень хорошо, на тренинг у них эта карта. 16-3, а Нексис выиграли на первой карте у Эзраэля. Да, по-моему, Трейс не вернулся. Или вернулся. Трейс просто не мог играть несколько дней. Улица у нас очень тухло смотрится. Вот просто нереально тухло вообще вот у нас на улице обстоят дела. Я вил минус один. Эх, только минус один. Хаос в пункте. Ну что, хаос будет минуса давать? Хаос минус один. Дает в голову одному игроку, но падает. И остается хуже один в три. По-моему, это восемь на один уже. Да. И идут просто искать. Хоча? И ведь найдут. Рано или поздно. Да, так классно начали. И вот пока не получается, ребят. Выдать какой-то камбэк. 8-1 в пользу Альтернейт. Просто сам сейчас нужно закрывать улицу. Потому что по улице люди ходят как у себя дома. Этого нельзя допускать. Сейчас нужно что-то делать с ребятами, которые у Альтернейт играют через улицу. Это Апрокс и Капио. Вот. Потому что они просто дают самим себя развести на две стороны. Просто разрываются. И не могут сделать. Апрокс и Капио. Да, ну здесь Эко. Это 9-1 сейчас что-то станет. Апрокс и Капио. Апрокс и Капио. И упадает. 9-1. 9-1 польза Альтернейт. Я немножко не понимаю, почему ребятам не взять было тайм-аут раунда. АВП есть у Кучера, да? Да, Кучер с авэпом. Сейчас будем надеяться, что он будет его реализовывать, иначе будет все очень плохо и плачевно. Ну да, это, мне кажется, уже все последний козырь из рукава достали. Потому что если 5 раундов подряд они сейчас не берут, то начинаются большие проблемы. Здесь Капи уже раскидывает сейчас на А, в пленте, ничего не происходит. Кучер, отлично, минус один, Хуч! Так, и Кучер перетягивается во двор, Лег сбирает на скале Апрокса. Ну что, остается у нас Тикса и Роман. Ой, Роман в ногу попадает, Кучер добивает вторым выстрелом. И Хаос просто на помощь вовремя приходит, забирает. Мне немного непонятно, почему к 12 раунду приходит прозрение просто. Ну это, конечно, странно, вот честно. Вот сейчас, вот видел, трое на улице бегали. Три человека сейчас были на улице. Ну вот, Лена, я к чему и говорил, почему нельзя было взять тайм-аут 6 раундов назад и просто обсудить вот это. И прийти к этому путем, не путем наступления на грабли 6 раундов подряд, а путем какого-то наступления. Сейчас очень быстро выходят на Альтернет, а сзади они пешки у тут начинают с рампы простреливать. Сейчас будут подлавливать куча. Нет, не будет, ушел. Бомбы ставятся, все, в пятером поставили бомбу, отошли. Ну и что теперь нет? Сейчас, по идее, будут отбивать Аплент, ребята, но преимущественно Альтернет сейчас все ушли на ноль. Так, ну минус один от Хаоса. Леша, ой, чуть-чуть не хватило забрать ему Апрокса. Бомб Хэс Бен Дефьюз, 9-3. Кто, кто этот счастливчик? Да, видимо, Эвил все-таки. Так, 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 да, по-моему, это Эвил. Да, такой ниндзя Дефьюз получился. На, отличненько, от Вил, 9-3. Так, ну и что? 9-3, надо, надо еще три раунда, просто против носа, как говорится. Быстро сейчас занимают рамп, плентом. Лекс взрывает Капио, Капио убивает Лекса, такой взаиморазмен. Заняли рампы, Апрокс с напарником на рампах, взглядом за ящиком. Ой, нет, скуп происходит. Ой, 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 зачем же, зачем же так делать-то было? Почему нельзя спуститься на нижний план? Все хорошо. Ну, Кучер, убей всех, я террорит всего святого прошу. Промахивается Эмиль. Еще раз промахивается, да. Все петарды, которые только есть, Кучера. Нужно сейчас оставлять АВП. Так, минус один, это Эмиля, 1 в 2. Не пойдет Эмиль. Ну и правильно, считать 4 хп, это слишком, слишком мало. Какой счет, спрашивают в чате. 9-3. Да, пишите, какой счет. Ну, сейчас уже станет 10-3. Так, и взрывается бомба. Да, 10-4. Альтернейт выигрывает в атаке. 10-3. 10-3, простите. Да, 10-3, конечно же. Ой, опасно. Да. Два фамоса сейчас скинул Кучер. Да, Кучер насолил денег. Говорят, не хочу смотреть интернейт-анекции в финале, но... Что поделать? Кучер делает... О, минус 2, Капиум Энерсий умирает, Кучер их забирает. Вот еще Кекс выпрыгнул на рампу, спрятался за ящиком. Так, и рампы. Рампы от... Да, рампы, альтернейт. От атаки. У нас уже один камень практически. Нет, идут вниз альтернейт. Что у нас там внизу? Внизу у нас никого. Куча отличная хае просто втиксово, прямо в ноги. Хаоса забирают в кишке. Сейчас будет потихонечку спускаться вниз альтернейт. Здесь Хуч, да, с деглом. Сразу с бомбой прыгают Хучу сейчас. Будет его пытаться убрать. Эвил уже умирает от кекса. Сейчас еще Хуч. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, два в два. Два в один. Ну что, в длинный остался Роман Эрр. Против него Лекс и Кучер. Все хорошо. Бомбы... Бомба у Романа есть, да, на руках бомба. Сейчас Роман тебя сдаст. Да, нужно, блин, попробовать... Промахивается Кучер сейчас с АВП. Леша возвращается к нему. И надо вдвоем сейчас сыграть. Фух, отлегло. Лекс вытаскивает. Забирает Романа. И это 10-4. Ну что, еще один раунд надо тащить. У Капио в руках Папаган. Скорострелка. Так называемая. Не, Папаган это Папаган. А, 5-1? Да, это скорострелка. Ну, окей. По крайней мере, очень жесткое оружие на нюке. Знаешь, как доказывают. Простреливать с нее можно вообще просто только в честь. Тем временем Апроксу оставили... Крассовый КП, Трабли забирает и Лил Аркадиал. Лекс забирает Трабли. Капио, кстати, с этой самой скорострелки. Забирает Лекс, забирает Крауса и Куч 1-4. Ну как же так, ребята? Я не понимаю, что это такое. Куч 6 КП и Роман его забирает. Да, это 11-4 в пользу Альтернейт. Ну, я сейчас, наверное, буду немножко Вангой, да, наверное. Но все мы должны понимать, что пистолеты сейчас решат просто все. Если, если ВП проигрывает пистолетный раунд, то... 11-4. В принципе, если тащите пистолеты, это 11-7. Но дальше... Дальше все неплохо. Не берутся, по-моему, пистолеты. Я посмотрела сейчас по фрагам. Так, Лена, не надо. Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Так, Эвилу дали по голове на скале. Эвилу сразу просто в панике. Ориентируется. 33 КП осталось у Михаила. Так, ну, как-то ВП пока... По-моему, они еще не решили, куда им идти. Закидывают рампы. Трабли пол-ХП оставляют. Но трабли тут же пол-ХП оставляет Леша в одиночку. Пропрыгивает вниз. Уходит на вилку на плент. А тут... Ой-ой-ой-ой-ой. Хучер отлично забирает Романа. Ну что, девятка занята виртусами. Ну... Отличная же позиция. Просто великолепная. Хучер, минус один. Капио минус лек. Сивил разбивается. Как обидно. Три в три. Утка в уходе. Учер не поставили бомбу. Ой-ой-ой-ой. Вот это очень-очень плохо. Да, забирают... Забирают раунд немцы. Ну, я, честно, расстроен. Ситуация была... Просто отличная. Ну, в итоге 12-4. И... Что, ВП не будут сейчас ничего покупать? Да, глоки. Это глоки. И это 13-й раунд. Хотя Михаил Гаранин тут недавно на Голокова Мэка против The Nation потащил. Хайлайт мы видели все. Оно у меня только что. Ну да. И так же еще трое. Остается последний хаос. Бомбы... Да, и Апрокс забирает хаоса. 13-4. 13-4. Очень, конечно... Обидно мне вспоминать про Детускан. Вот как там. Да, причем здесь Детускан, боже мой. Ну, проиграл ты Детускан, сыграет третью карту нормально. Ведь она же решающая. Я не хочу каких-то громких слов говорить там или еще что-то. Просто... Так, мы просто купились, кстати. Все. Вот он, момент истины. Это последний шанс, понимаешь, выйти. Бутан или Пропан. Вау. Вот вдвоем сейчас играют. Вот Капио в ангаре принимает. Капио просто... Троих. Просто посидел по таймингу, вышел, забрал троих. Хуч, минус Капио. Ну, разменял хоть как-то. Хуч, минус два. Лекс, отлично, минус Роман. Два в два ситуация. Пятка. Тут спину поджимает сейчас Апрокс. Да, там уже нет никого. Да. Сейчас можно очень неплохо, неплохую подсадку поформить. Да, есть информация, что наши ребята по девяткой, Апрокс не будет ходить тут. Ой-ой-ой-ой, хуч. Отдается просто Трабли, честно признаюсь. Капио не разменивает. Трабли красный. Апрокс во дворе. Сейчас кто словит тайминг? Чей тайминг? Чьё кунг-фу сильнее? Лекса или Апрокса? 20 секунд тем временем. Ребята не торопятся за альтернет. Да, они будут ждать. Алёша успевает поставить бомбу уже как минимум. Не успеет. Ни один, ни второй. Это уже со стены бежит к нему. Трабл. Должен был услышать, он его услышал. Так, и правильно, правильно всё Лёша читает, что ему с фейка идёт игрок. Отлично, Лекс! Лёша! Лёша, вау, вообще красава просто. Поцелую его за это. Лёша вытаскивает просто мёртвый раунд для своей команды. И вот самое главное, что прочитал спейка, ведущего игрока, и забирает раунд пятый для своей команды, будет ли закупка от альтернет. Но я думаю, что альтернет вообще не будут делать никаких полубаев уже. Они будут, так сказать, до Далова играть. Так, Лёша, минус два. Лёша, минус три. Что, Лекс? Минус четыре. И нам нужно эйсить. Нет. Эйса, нам не надо, сказал Лёша. И отдал последний фраг. Кучуль. 13-6. Ну что, камбэк? Ну, сейчас каждая ошибка может стоить ВП, как бы, выхода дальше. Вот. Поэтому мы будем надеяться, что ребята это тоже осознают. Да, ну, Лёша, конечно, игрок, в первую очередь, такой игрок, который может включить вот что-то, где-то найти у себя кнопку какую-то, нажать её и... Тут отращить. А долго ли хватит вот этого запала? Будем надеяться, что надолго. Покажи, как-то всё не очень хорошо. Лёша, минус один. Но важный фраг. Да, ну вот хучка, один в три. Как-то развалились. Б. Хуча, 28 хп, и как его просто простреливают. Причём простреливает с нуля. 14-6. Да. Всё-таки, наверное... Наверное, матч за третье место нас ожидает. Я сейчас, знаете, так... Буду пытаться сгладить. На второй карте аннексис выигрывают 6-4. Первый выиграли. Так, прострелили травли, прострелили капио. Пойна сейчас будет во дворе. Или не будет? Ой-ой-ой, хуча, неужели ты не видишь? Ну как же так? Митя не замечает. Оппонент. Та и в спину не успевает забрать. Зато тут тиксок просто тут как тут. Да, забирают хуча. Опять в три. Ну, правда, красные два игрока. Апрокс и капио просто краснющие. Можно их забирать. Мануэль просто забирает. Если Апрокс не промахивается с ОВП на рампах, просто... Да, но здесь просто уже немцы пошли в кураж. Такой, что... Ивил, отлично, Ивил. Пола чуть-чуть не хватает на минус три Михаила. Кучерк не добивает. В спину уже идет к нему Капио с 12 хп. Да, и Кучерк так опрометчиво взял ОВП в руки. У него сейчас просто тупо в спину Капио убьет и все. Да. Да, это 15-6. Бомба не ставилась, денег нету. Я думаю, что скоро мы увидим надписи GG. Но смотрим до конца, надеемся, верим. И как-то мы все-таки ожидали немножко большего от Нюка. Хорошая игра, очень была хорошая игра на Дасти. Отличная на Тускане. Все-таки Анексис... Ой, Альтернейт это... Топ-6 последнего чемпионата мира, если я не ошибаюсь. Даже топ-4. Так, минус хаус. Нет, это игра же осталась. Роман минус Кучерк. Растается последний Леша. Леша один. Так, Леша один в четыре. Но он забирает. Его простреливают в 18 хп. У Алексея остается. Инфа, по-моему, по нему есть. Леша успел забрать Капио на 16-6. GG. Куч пишет. ГГ, ВП. Да, ВП. Ничего ему нельзя сказать. Драмер, кто сейчас топ-1? Банальный вопрос. Вот будет через несколько дней. Через 6 дней. Начнется DreamHack. Там мы и посмотрим, кто сейчас топ-1. Митя, что сегодня с тобой? Митя сегодня отлично играл. Ничего против него не могу сказать. Вообще, ребята показали хорошую игру. Но вот не беря в расчет Денюк. Ты знаешь, Лен, мы буквально пару дней назад смотрели с Полиной игру ВП против... Так, против Essex, по-моему, они играли на Нюке. И в Virtus.pro выиграли Нюк. Но Полина сказала, что как бы, ну вот сейчас, в данной игре, да, Virtusa играли как-то больше от личных качеств, нежели от командных. То есть, ну, командной игры не было вообще. И я, знаешь, вот сейчас то же самое было. Абсолютно. То есть... Ну, это немного не те соперники, понимаешь, чтобы с ними показывать там. Ну, все-таки. Все-таки третья карта, полуфинала Asus. Ну, я про это тебе и говорю, что это не Исакс. А, ну да. Но все-таки Нюк сейчас, мне кажется, похуже выглядит, чем Тускан и второй Даст. Драмер, будут ли разговоры? Нет, я думаю, что не буду. Я ребятам звонить, у них все-таки еще игра за третье место. И, во-первых, вообще они, я думаю, не очень довольны собой на данный момент. Так, матч за третье место. Я не знаю, через сколько он начнется. Я понятия не имею, я думаю, что не раньше, чем через минут 30-40. Потому что... Ну, потому что... Думаю, что 20.00 примерно. Думаю, что мы посмотрим. Please match. Ну, а финал можно будет посмотреть на каком-нибудь другом параллельном стриме. Так, Лен, я, наверное, сейчас повешу трубку. Да, окей. Прервемся. Если что, ты мне там пиши, ближе. Хорошо. Всем счастливо.